А теперь давайте посмотрим, что такое лжепроверка или проверка версия light. Значит, я со своим партнером, ну правда по другому учебному направлению, Сергеем Валерьевичем Прокофьевым, может вы его знаете по вебинарам, значит у него негласное имя лысый сочинец, он в Сочи живет. Значит, соответственно, вот не поленились, мы с ним проводили несколько вебинаров, не поленились и заказали в пяти разных местах, так, все сфотографировали, перелистываем, заказали в пяти разных местах онлайн проверку по одному очень интересному делу. Я этот материал покажу. Значит, вот, ай, упало что-то у нас, по очень одному интересному делу, ну даже сейчас пущу по рядам, смотрите. Значит, это полный, соответственно, отчет дела правоустанавливающих документов Росреестра по заведомо криминальной сделке. Все мы, ну кто знает предысторию этих документов, владелец, первый владелец этой квартиры, асоциальный элемент, уехал ночью и влез в багажнике в сумках по частям. Ну, правда, на самом деле, его никто не убивал. Ну, те, кто его, условно выражаясь, пас, а это представители, ну, скажем так, мягко скажем, одной из этнических оргпреступных группировок, ну, скорее всего, ему принесли паленую воду. Он умер сам, ну и, соответственно, его потом вывезли в неизвестном направлении. Значит, этот сейчас, соответственно, я по пакет документов, то есть заведомый криминал. Мы в пять электронных сервисов, которые нашли, причем разные по цене, от 1400 рублей до 13 тысяч, не пожалели порядка там 25 тысяч на этом и с Сергеем Валерьевичем, отправили и кадастровый номер, и, соответственно, номер дела, шифр регистрации Росрегистра. Смотрите, да, пущу здесь по рядам, только тоже, пожалуйста, не фотографируйте и, естественно, верните назад. Ну и как вы думаете, из пяти сервисов хоть кто-то один нам ответил, что эту сделку совершать нельзя, что это криминал от начала до конца? Конечно, нет. То есть давайте называть вещь своими именами. Значит, как говорится, боты, ботозвоны, как их стали в Москве называть, сейчас еще до таких проверок не доросли. То есть это все фуфло от начала до конца. Красивый отчетец, которые показали потенциальному клиенту. Клиент посмотрел, все нормально, все хорошо, а на самом деле там один сплошной криминал. Ну, конечно, естественно, паспортом завладели, ее несколько раз перепродавали, потом наследники отсуживали. Ну, там такая история. Но этому, как говорится, можно уже роман писать по этой истории. Ну, в любом случае, имейте в виду, что все онлайн-проверки на самом деле не выявляют такие криминальные вещи. Их выявить может только живой эксперт. Желательно, имеющий не только опыт, а имеющий еще, как это называется, хорошо развитую риэлторскую юридическую экспертную чуйку. Вот только так. Только таким образом можно все это выявить. Ну, давайте... Ну, да, даже я такой небольшой афоризм использую. Чем красивее отчет, который вам показали по проверке, тем, конечно, недостовернее в нем данные. Потому что в этом случае недостоверность, некомпетентность эксперта пытаются прикрыть красивым отчетом. КОНЕЦ